Близзарды 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 Недавно состоялся товарищеский матч между командами из Казахстана и России по игре Battlefield 2 в режиме онлайн Российская команда USSR выиграла у команды Казбат с общим счетом 2-0 Надо отдать должное игрокам команды Казбат за стойкость и желание играть с сильным противником Хотя в то же время самая интересная игра это игра с равным соперником Добро пожаловать в школу виртуального спорта Сегодня мы рассмотрим основные понятия и термины игры Counter-Strike Крация в оружии Deagle Это сокращение от англоязычного названия Desert Eagle Самый мощный пистолет в мире Слон Это самая модная снайперская винтовка Пробивает все стены, ящики и даже нескольких противников 3-1, 4-2 и так далее Это последовательность цифр также означает конкретное оружие Первая цифра – вид оружия, например, пистолеты или штурмовые винтовки Вторая цифра – конкретная пушка Теперь о других терминах Bomb Plant – место закладки бомбы На картах есть два места закладки А и Б На стенах всегда можно увидеть соответствующую надпись Кишка, проход, зелень, верх-низ и другие трешевые словечки означают различные места на карте Также необходимо понимать, как называют разные виды атаки Аркада или рашевая атака Когда боец несется напролом, зная, что в этом месте его скорее всего ждут И последнее – играть за защиту и за атаку Это термины, зависящие от условий карты Например, когда у террористов задача закладывать бомбу, они атакуют А контры, наоборот, защищают Но сегодня это все Мы – виртуальная школа Учитесь на пятерке, пока бесплатно Разойдись! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрите далее Самые навороченные девайсы для настоящих киберспортсменов Компьютерная мышь Wolf King Trooper имеет стильный дизайн и ориентирована в первую очередь на игроков в 3D-шутерах И, конечно же, вас ждет недетский бой между командами Forza и CSKA ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Компьютерная мышь Wolf King Trooper имеет стильный дизайн и удобную форму Она ориентирована исключительно на геймеров и, в первую очередь, на игроков в 3D-шутеры Основная особенность – это функциональная кнопка, которая позволяет выбрать, сколько действий, например, выстрелов, произойдет при одном нажатии на левую кнопку мыши Джойстик DVTEC Shockmaster JS5 За основу был взят дизайн джойстиков от PlayStation 2, который подвергся существенным доработкам Во-первых, корпус утолчен во всех местах, за счет чего он кажется немного крупнее Во-вторых, рукоятки прорезинены, что позволяет уверенно держать джойстик даже в самых сложных ситуациях В-третьих, под средние пальцы сделаны специальные углубления, что также положительно сказывается на эргономике манипулятора Большинство пользователей ноутбуков предпочитают встроенной сенсорной панельки нормальную компьютерную мышь Но любая такая мышка снижает мобильность портативного компьютера Оптическая беспроводная мышка MoGo Mouse Необычно компактных размеров и совершенно невиданного ранее дизайна В походном состоянии она устанавливается в отсек ноутбука и заряжает от него встроенные аккумуляторы Джойстик Cyborg Evo Force имеют обратную связь с регулируемой ручкой Регулируемый наклон головой ручки, а также сама ручка позволяет удобно настроить джойстик для правшей и левшей Дополнительно карданный подвес ручки с центральной пружиной загрузки, который также позволит применять джойстик в играх, не поддерживающих обратную связь Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня вы увидите матч по Counter-Strike между командами CSKA и Forza Составы команд Дмитрий Ганс Мазурик, возраст 20 лет Сергей Фокс Столяров, возраст 20 лет Руслан Добер Шерифуллин, возраст 20 лет Артем Виксен Лукьянов, возраст 21 год Петр Ватер Бартагов, возраст 19 лет После первого сезона НПКЛ состав команды CSKA претерпел серьезные изменения По решению руководства клуба на смену старому составу в команду вошли два москвича, покинувшие КСК «Империя» Дмитрий Ганс Мазурик и Петр Ватер Бартагов Также в команду вошли три легионера-новичка в НПКЛ Руслан Добер Шерифуллин, Артем Виксен Лукьянов и Сергей Фокс Столяров Их соперники Команда Forza Состав команды Андрей Ксома Мироненко, возраст 16 лет Владимир Тарлунг Переволодский, возраст 22 года Кирилл Похмел Бобрик, возраст 19 лет Виктор Моск Москвин, возраст 22 года Павел Фунт Луканидин, возраст 27 года Состав команды Forza также потерпел серьезные изменения После ряда перестановок из прежнего состава остался только мозг А вошли в команду Кирилл Похмел Бобрик, игравший до этого в КСК «Раш 3D» Владимир Тар Переболодский, выступивший в первом сезоне за КСК «МТД» Павел Фунт Луканидин, выступавший ранее за КСК «Кликмаус» И еще один новичок в НПКЛ Андрей Хома Мироненко В матче встречаются два московских клуба Оба они участвовали в первом сезоне НПКЛ И вот сегодня нам предстоит увидеть их встречу в рамках второго сезона Первая карта встречи «Де Нюк» Жеребьевка произведена и первыми в атаку пойдут Forza Ну что ж, все готово для начала матча Производится три рестарта и команда Forza отправляется в свою первую атаку Начинают Forza с того, что занимают тактическую позицию для дальнейшего выбора точки атаки Игроки ЦСК стоят на своих позициях и ждут малейшего шороха Похмел забрасывает дымовую гранату и начинается выход Forza на рампу Ватар убивает Хому, Тар отвечает смертью Ватара, но и он умирает от пуль Добера Внимание ЦСК сосредоточено на рампах и Forza решает выйти на Плент А Виксен обходит их за спиной, а на Плент А уже подтягиваются ЦСК Они залезают на так называемую девятку и Ганс кидает боевую гранату, которая уносит жизнь Похмел Похмел умирает с зажатой гранатой в руке и точку в раунде ставит именно эта граната Она уносит жизнь Фунта ЦСК впереди 1-0 После двух экономических раундов Фарзы покупают оружие и решают действовать осторожнее Они разделяются Мозг с Похмелом бегут по улице, остальные бегут на ноль Мозг возвращается к остальным игрокам на ноль и они решают атаковать рампы Но там Ватар показывает чудеса стрельбы Он успевает унести жизни Хамы и Тара перед тем, как его убивает Фунт В этот момент на улице в открытую перестрелку с Добером вступает Похмел и выходит из нее победителем Команды остаются 3 на 3 Мозг убивает на рампах Ганса, затем спускается на Плент Б и там убивает прятавшегося Викселя В этот момент Фокс наверху на Пленте А расправляется с Похмелом Мозг с Фунтом устанавливает бомбу на Б и Фокс решает не рисковать и сохранить оружие для следующего боя И первый раунд падает в копилку Фарзов 3-1 В 12 раунде Фарзы решаются на нестандартную атаку и втроем Мозг, Хамай и Фунт проходят по улице, но там их встречают трое игроков обороны Добер Фокс и Виксен Похмел старым остаются вдвоем Похмелу удается отстрелить появившемуся на секунду Ваттера на спуске Он возвращается к выходу на Плент А Вдвоем с Таром они пытаются выйти на верхний Плент через будку, но там их ждали игроки ЦСКА Сначала умирает Тар, его убивает Добер, а потом умирает и Похмел от гранаты Виксена 7-5, отличное действие игроков ЦСКА В 14 раунде первый фраг делает Мозг, он убивает Добера на рампах и Фарзы начинают спускаться на Плент Б Ваттер отвечает своего тиммейта и убивает Мозг Фарзы закрепляются на нижнем Пленте и убивают спустившегося через вентиляцию Ганса Тар ставит бомбу и последние два фрага делает Похмел Он убивает сначала Фокса, а потом и Виксена 8-6 в пользу ЦСКА Команды меняются сторонами и в свою первую атаку идут уже ЦСКА Они решают быстро проатаковать рампу Фарзы быстро разгадывают их маневр и отдают им спуск Решив встречать ЦСКА уже на самом Пленте Такие тактические действия дают Фарзам позиционное преимущество И как результат взятый первый раунд В четвертом раунде за атаку ЦСКА действует размереннее Занимают ноль, а Виксен проходит по улице Там он убивает Тара, а в это время остальные игроки ЦСКА начинают атаку Плента А Ганс с Ватером убивают там троих Фарзов и ставят бомбу Мозг в одиночку пытается отбить у ЦСКА Плент, но Фокс останавливает его 3-1 Далее экономический раунд для Фарзов и его с минимальными потерями берут ЦСКА 3-2, а общий счет на карте становится 10-10 Обеим командам нужно взять еще 6 раундов для победы В девятом раунде ЦСКА отчаянно атакуют верхний Плент, и Фарзы дают им его занять Фарзы теряют двоих игроков и остаются втроем против четверых игроков ЦСКА и бомбы Фарзы стараются действовать слаженно и атакуют Плент А с двух сторон По итогу два фрага от Тара и по одному от Фунта и Хамы 14-10 В десятом раунде преимущество опять на стороне ЦСКА Они в пятером против четырех Решают атаковать спуск, но там шквальный огонь от Тары и Мозга И преимущество уже на стороне Фарзов 4 на 2 Ватер с Гансом отходят на ноль Выходят на Плент А, но там их останавливает Фунт с похмелом И это уже ничья для Форда У ЦСКА проблемы с экономикой Игроки покупают то, на что хватает денег Атака не быстрая, Трое решает уйти по улице двое через ноль И им удается даже унести жизни двоих Фарзов Но есть одно но Мозг уже почувствовал запах победы И его не остановить Он делает в этом раунде четыре фрага И тем самым приносит своей команде победу на карте Дэнюк Таким образом команда Форза побеждает ЦСКА со счетом 16-10 Поздравляем команду победителей Они проявили волю к победе и показали отличную игру Так держать, ребята! Самые реальные новости из мира виртуального спорта Освещение мировых кибертурниров и отборочных соревнований Новейшее железо, которым пользуются чемпионы Самые жаркие схватки по всем известным киберспортивным дисциплинам И, конечно, школа выживания в виртуальном мире И все это в следующий раз Субтитры делал DimaTorzok